Здарова-здарова дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать! Сегодня мы будем играть в замечательную игрушку под названием Race Driver Grid. Возможно кто-то её даже и не знает, а возможно кто-то вместе со мной вспомнит. В общем-то эта игра вышла в свет в 2008 году и не сказать, что это игра моего детства, скорее сказать это игра, ну просто моих школьнических годов и эта игра мне просто безумно нравилась. Разработчики Codemasters, которые создали в своё время обычную Toco Race Driver, то есть да, вот до Грида была гоночная серия Toco Race Driver, которую я тоже играл и обожал, Toco Race Driver 3, Toco Race Driver 2, а вообще самая первая Toco Race Driver 2000 она по-моему называлась, вот где-то в начале нулевых я в неё играл, охрененно было. И вот эта серия продолжалась-продолжалась, потом появился Грид 1, Грид 2 и последний был Грид Автоспорт, если я не ошибаюсь, который я очень мало играл по сравнению с Гридом 1, ну Грид 2 я в принципе тоже играл довольно-таки много. И поэтому, друзья, я решил вам сегодня показать эту игру, кто не знает, может быть кто-то вспомнит, я скачал Save Game, то есть полностью открытый всё здесь, потому что ну типа здесь многое закрыто изначально, убрал желтушный фильтр и в принципе настроил графон там специальным патчем, чтобы было нормальное разрешение, это всё, что я сделал. Короче, я в эту игру в своё время очень много вот реально играл, особенно в онлайне, участвовал в различных чемпионатах, по дрифту помню, и не по дрифту, сегодня по дрифтим, покажу вам основные режимы, и если, друзья, мы наберём, ну так скажем, приличное количество лайков, я пойму, что вам эта игра интересна, вот я не знаю, прохождение по ней типа не может быть скучной, потому что смотрите, сколько здесь всяких режимов, даже вот, понимаете, начиная от дерби, заканчивая лиманом, причём смотрите, здесь есть лиман, реально 24 часа, то есть можно ехать 24 часа в гонку, это пиздец. Я в своё время гонял в онлайне 24 минуты, тут можно в минутах поставить, потому что часы это и 24 часа, я ебал. Андрюха, Санёчек, Ванёчек и Стас, Булкин Кейс знает каждый из вас, нет сайта лучше, ты со мной согласись, ведь Булкин Кейс заеби! ФА-18, GTA 5 за копейки, рандомы, призы, позитив, тубитейки, тётя Люса, за 100 зацепись, ведь Булкин Кейс заеби! Розыгрыш игр, выгодные рандомы, лучшие цены на игры знакомые, не ленись, игрухой обзаведись, ведь Булкин Кейс заебись! Пока Семёныч пиздит колесо, заходи на Булкин Кейс и во всём сам убедись, ссылочка в описании. Игра выглядит даже на сегодняшний день, через 10 лет довольно симпатично, славилась она большим количеством автомобилей и хорошими повреждениями, потому что это коды мастерса, они в своё время умели делать, это было очень круто, сегодня на всё посмотрим. Реально, видите, огромное количество режимов автомобилей, чего тут только нет, я сейчас всё это вспоминаю, и, конечно, у меня немножко слюньки даже текут, ностальгия пропирает. Итак, давайте начнём с дрифта, я даже... Ох, ребят, я даже помню... Так, нам нужен дрифт GP, это чтобы в одиночку... Так, где Сильвия? Сильвия, Сильвия, видите, тут в дрифте тоже несколько... Много машин всяких различий, нам нужна Сильвия, она здесь самая такая имбовая, по крайней мере, мне она очень нравилась, и трасса, сейчас вспомню, как она... Вот, Акутама, Акутама, да, обычная, давайте три круга, значит, так, управление я не проверял ещё, но, если что, перенастроим. Так, всё, поехали. Итак, друзья, сейчас вам буду показывать. Значит, в своё время, я вот сейчас даже, если это точно эта трасса, ну, судя по схеме, это она. Да-да-да-да-да, бля-а-а-а-а, видите, я Стас Соколов, ну, бля, чей сейфгейм скачал, зато всё открыто. А-а-а, ребят, короче, в своё время это пиздец был. Это она же, да? Да-да-да, это трасса, бля-а-а-а, короче, я в своё время участвовал в заездах по дрифту здесь и набирал максимальные комбо. Ну, как, его тут, в принципе, я не помню, 99, по-моему. Короче, вот, смотрите, задача в дрифте проходить максимально близко к вот этим, видите, флажкам, ну, клипинг-поинты, типа. И вот, видите, перфект. Я, короче, на этой трассе, когда играл, вот, в году в 2008-2009 у нас был чемпионат, я проходил полностью все эти флаги, флажки, флаги, на перфекте. Блядь, ой, как я хуёво дрифчу, ребят, по сравнению с тем, что было. Вот, то есть, вот, грубо, вот, сейчас 18-600, это не перфект. Нужно ещё ближе. Я проходил все, весь круг на этой трассе, на Сильвии, на перфекте. Вот сейчас вообще не засчитал. То есть, понимаете, да, насколько это, то есть, я задрачивал эту игру? Это я просто помню, как не знаю что. Вот, то есть, сейчас 16-200. Вот, перфект, это где-то вот, вот. При этом здесь даже не засчитал, потому что я очень поздно перекладку сделал. Это пиздец был. Я вам отвечаю, я так задротил в эту игру, сейчас, конечно, совершенно всё хуёво. Ну, как бы не так плохо. Вот так вот комбо, я помню, я собирал, чтобы побольше было. Вот, да, 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 вот примерно по такой же траектории. Здесь я брал, ну, ну, только, да, вот, 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 перфект. Здесь я, по-моему, делаю ещё раз комбо. Два комбо. Ну, что-то помню, что-то, ребят, уже не помню. Здесь комбо. Я не помню тогда, сколько у нас надо было кругов ехать. У нас было реально, бля, вообще не засчитало, пиздец. Ой, как хуёво. То есть, понимаете, да, каждый, блядь, флажок, этот, ебучий, я проходил максимально близко, чтобы меня засчитало пёфиг. Это, я так вот задрачился, походу. Даже сейчас я... Вот. Как вот здесь, блядь, можно было его... Это пиздец. Вообще, пацаны, да, конечно. Годы берут своё. Не. Ну, в целом всё равно комбо держу. И, знаете, сразу вспоминается. Естественно, клавиатуре я играл в то время. В эту игру, в принципе, можно играть с рулём, но так как я человек, знаете, старой закалки, школьник, который задротил именно... Ой, бля, пиздец, далеко. Именно когда я задротил на клавиатуре, даже не на геймпаде, потому что, я не знаю, но были игры, в которые я играл лучше только на клавиатуре, я, собственно, и решил поностальгировать именно по полной программе. Слушайте, меня даже не разворачивают, в принципе. Я не срываю комбо, так что сказать, что я прям совсем хуёво еду, я не могу. Но просто зная, как я... Ооооо, сейчас бы разворачиваться, комбо терять. Короче, да, тут какие-то баснословные миллионы очков у меня были. Ну ладно, давайте не будем затягивать с одним режимом. Короче, примерно вы поняли. Выглядит всё симпатично, довольно интересно. Да, по сравнению с моим соперником, я вроде как его так немножко превзошёл. Ну ладно. Система повторов, система флэшбэков, конечно же, тоже присутствует. Можно мотать всё, смотреть. Выглядит тоже довольно-таки симпатично всё, смотрите. Да, то есть... Вполне себе. Но! Ещё же повреждения, друзья! Конечно, в своё время эта игра именно этим тоже и славилась. Здесь они действительно неплохие. Я, честно, уже не помню какие. Боюсь сейчас сделать такое, знаете... Сказать вам, что они неплохие. А может быть, через 10 лет они действительно уже ни о чём. Поэтому давайте посмотрим. Предлагаю теперь оценить режим фристайл дрифт. Это тоже охрененная фишка, особенно в онлайне. Вот она. Здесь, в общем-то, выделялось какое-то время. Я помню, в основном в онлайне это было 10 минут, но нам не нужно. Давайте 3 минуты. Выбиралась арена. Вот, допустим, D. Йокохама только, по-моему, и доступна. И возьмём ещё, допустим, импрезу. По-моему, она тоже относительно неплоха. Раскраска Team Orange. На то время это было прям вах-вах. И, короче, давайте попробуем. Но я не помню. По-моему, импреза такой себе. Ну, типа, Сильвия точно самая лучшая. Вот. И тут, короче, доки. И ты сам за эти, допустим, за какое-то количество времени должен дрифтить где угодно и показывать результат. Я помню, что я, конечно, как самый настоящий читер дрифтил именно вот в этом отрезке. Короче, смотрите. Когда мне нужно было реально набрать очков, лучше, чем вот это вот место, здесь реально ничего нет. То есть, вы смотрите, вот так едете. И здесь буквально по кругу, вот так вот катавшись 10 минут, можно реально набрать огромное количество очков. Тем более, проходя перфектом. Кстати говоря, если вам кажется, что дрифт выглядит легко или как-то нереалистично, вы немножко можете ошибаться. Потому что, помимо того, что я просто подруливаю и кидаю машину за нос, я постоянно поджимаю ручник. Вам просто этого не видно на пробеле. Это такая система была в гриде. То есть, все, кто дрифтил в гриде, знал это. То есть, здесь без ручника делать вообще нечего. Вот сейчас я, например, вот вытянул тачку ручником. Все очень продуманно и очень интересно и очень круто, реально. То есть, прям вот, ну вот, тут вот, да, хуёменько получилось. Так, ну-ка, вот давайте хорошо, пофиг на дрифт, смотрите, попробуем посмотреть повреждения. Давайте, допустим, я закладываюсь куда-нибудь вот так вот и... Ну, типа, ребят, по-моему, норм. Конечно, да, типа, немножко нереалистично. Но, учитывая, как я пизданулся, тут, конечно, видите, нельзя посмотреть прям... Колесо шатается, вмятина огроменная, тачка кривая. Посмотрите просто, как у нас... Это 2008 год, прошу заметить, ребят. 2008, давайте попробуем вот другим боком куда-нибудь дыдыхнуться вот сюда вот. Ну-ка. Видите, вмятина, всё трясётся там, трясётся. Дверь, всё, то есть, помимо... То есть, помимо ещё, кстати, вмятины, естественно, ещё присутствуют такие пошарпы... Пошарпанности какие-то, да, царапины. То есть, всё очень круто. Деформируется ещё и техническая часть автомобиля. То есть, вот нам пишут, что заднее правое колесо по пизде. Подвеска, рулёжка, то есть, всё вот это вот, всё. Плюс ещё, видите, детали вот какие-то вот... Отдельно бампер, видите, уголок торчит, может сломаться. То есть, вот повреждений я считаю, что здесь нет. Всё-таки довольно-таки проработаны. И очень выглядят неплохо. И выглядели всегда, в принципе, в играх Ходмастерс очень даже годно. То есть, вот смотрите, тачку реально можно разложить в кламин. Давайте попробуем лоб вот так вот я вам покажу. Ну-ка. Ну, вполне себе. То есть, всё это в гармонии с онлайном и вообще какими-то другими гонками. Смотрелось всегда очень круто. Есть вид от первого лица, который выглядит тоже очень круто. То есть, да, если там дрифтить, опять же, с рулём. Но я, честно, в эту игру не пробовал играть с рулём. И это всё-таки аркада. Это вообще далеко от симулятора. Это как бы такая, знаете, гоночная... Реально вот настоящая гоночная аркада. Да, возможно... Вот, кстати, даже с геймпадом не пробовал, честно говоря. Мне очень комфортно. Я вот вспоминаю сразу все свои азы, которые у меня были в детстве. И я могу даже вот на разъёбанной тачке, например, вот так вот ещё задом флажок задеть. И даже вот так вот перекладочки делать. То есть, в целом, вот такая вот игрушка, друзья. Ну, прям не знаю, может быть, конечно... Посмотрим. Я посмотрю по вашим комментариям, оценкам, как бы, кто знает эту игру, кто хочет её ещё увидеть. Можно что-то постримить, попробовать, да, потому что... Насчёт прохождения вот не знаю, потому что... Я не проходил, кстати, эту игру. Я не проходил, я играл только в онлайне в основном. В неё, потому что, да, опять же, участвовал в каких-то там чемпионатиках и подобное. Давайте попробуем покататься в обычной гонке, например, на тройке Е90 кузов. Например, где-нибудь тут... Ну, я не знаю даже вообще где угодно. Нюрбургринг возьмём. Кстати, полного Нюрбургринга здесь не было, только был с Grand Prix Circuit, в общем-то. И вот, ну, то есть, полного Норшляфа здесь не было, насколько я помню. Ну, давайте, да, по ходу дела сейчас разберёмся. Виктор Росси, раскраска, поехали. В принципе, конечно, мне больше нравилось в этой игре именно дрифтить. Не знаю почему, наверное, потому что в 2008 году встретить в игре дрифт, это было, в принципе, довольно-таки сложно. Ну, я даже не помню, в чём там можно было ещё подрифтить на то время. Поэтому, собственно, ну и вот, собственно, вот таким вот образом выглядят гонки. Физика полностью аркадная, как я считаю. Никакой симуляции здесь нет, но при этом, да, учитывая, что гонки такие серьёзные, тоже есть и пит-стопы, и вся хуйня. То есть, такая прям настоящая арк... Ой, бля, хому-то, чё-то тут всех распидорасило. Настоящая прям аркадка такая, вот, ну не знаю, в своё время она была одной из лучших. Ой, бампер отлетел у чувака. Собственно, как-то так. Ну, я думаю, что да, друзья, учитывая, что если вы проходите, то будут, наверное, такие однотипные гоночки. Хотя, блин, ну режимов много, не знаю, не знаю, ребят. Ну, как-то НФС по кайфу. Поэтому, друзья, если вы там, пожалуйста, не торопите, я сам приду к этому, к тому, что ещё параллельно. Как-то вот когда флотаут мы проходили, это было, ну, простенько. Флотаут НФС. А вот сейчас, когда флотаут прошли, НФС-то ещё много нам проходить. Вот надо что-то вместо флотаута ещё попутно параллельно выбрать. И, собственно, этим я и займусь. И как только созрею и пойму, что это будет интересно и мне, и вам, я обязательно начну проходить. Ну, в целом, вот так вот, друзья. Вот такая вот игра. Но только единственное, она выглядит намного желтушнее изначально. Просто дело в том, что реально тут очень желтушный фильтр. Я его убрал. Он там фиксится за одну минуту, можно говорить. Ну, грубо говоря. И вот первое место. Ну, тут боты совсем какие-то лёгкие. Ну, давайте попробуем впиндюриться куда-нибудь красиво, бачком войти. Вот так вот, например. Ну, или жопой, блядь. Ну, покрышки смягчили удар, чё я могу сказать. В целом, да. Ничего технически не повредили, только кузов. А если в чувака? Ооо. Ну, красиво. Не знаю, мне всегда нравилось вот реально в играх Кодмастерс то, как выглядят аварии и повреждения в целом. То есть вот это какая-то изюминка их была. Помимо того, что они делали реально крутые игры, ещё очень крутые повреждения автомобилей. Начиная там с Дёрта, Грида, вот это всё. То есть у них постоянно всегда было. То есть да, как я уже сказал, если... На нахер. На нахер. Красивенько, красивенько. Ой-ёй-ёй. 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 Со всех сторон нас побили, смотрите. Вот тачка, блин. Со всех сторон реально битая, пошарпанная, поцарапанная. Вот. Если... Даже, кстати, если кто меня очень давно смотрит, возможно, помнит, как я записывал Race Driver Grid 2 на свой канал. Очень тоже много играл. Там и онлайн записывал, и оффлайн, по-моему. Или нет, не знаю. Онлайн точно записывал. И, короче, если вы хотите, да, если я пойму, опять же, то, что вам интересно, я обязательно в ближайшее время ещё установлю Grid 2. Видите, на траве у нас пробуксовочка идёт. То есть, ну всё такое вот, в принципе, на мелочах основано и формулируется реально такая вот полноценная, крутая аркада гоночная. Вот. Race Driver Grid, он, конечно, выглядит свежее. Нет, в принципе, там другая физика. Тоже я там в дрифте, кстати, неплохо, помню, выступал. Как-то прикольно, не знаю. Мне всегда нравилось здесь, конечно, дрифт. Вот. Маслкары есть, японцы всякие есть. Давайте возьмём 350Z, например, выйдем где-нибудь на Йокогами. По вот докам погоняться. Да, в принципе, топ-сикрет. Вот так, поехали, посмотрим. И потом можно напоследок ещё дрифтец сделать. Так что вот так вот, друзья, не знаю. У меня прям... Ну, я испытываю, конечно, ностальгию, но в то же время считаю, что игра действительно достойна. В своё время была, и сейчас она выглядит неплохо. Вполне себе. Да, я вот так думаю, проходить, наверное, это было бы... Ну, не то, что... Не то, что как-то... Ну, посмотрим. Посмотрим, не знаю даже. Я ведь её не проходил. Если бы я её проходил, я бы имел представление. Там просто будут различные дисциплины гоночные, всё так же, да. И нам нужно будет побеждать, выигрывать, проходить дальше, доходить всё дальше и дальше, к более профессиональным гонкам и так далее и тому подобное. А вот так, чтобы показать вам разочек, там, и потом постримить, может быть, мне кажется, самое то. Тем более, если бы потом ещё раздрайв... Надо будет в авто... Можно, знаете, как сделать? Я, кстати, вот что думаю. Я автоспорт, честно говоря, вот, по-моему, запускал раза два у себя на компе, когда он только вышел. И он мне показался просто, знаете, рестайлингом Грид 2, если вот между Грид 1 и Грид 2 разница действительно есть. Грид автоспорт выглядит на фоне Грид 2 примерно тем же самым. Может быть, я ошибаюсь, я действительно играл в неё очень мало. И, если что, мы можем, вот, если вы оцените, да, допустим, сделать так. Грид 1, Грид 2, потом Грид автоспорт. И если вам зайдёт Грид автоспорт и мне тоже, я посмотрю, чё там как. Мы можем Грид автоспорт пройти, потому что я не думаю, что, типа, людям будет интересно, как я прохожу Грид 1. Ой, да и мне он в своё время, ну, так, прям, знаете, я, наверное, устану от него, если полностью его проходить. Потому что я действительно на нём провёл очень много времени. Автоспорт свежачок относительно, да, ну, когда он там вышел года 2-3 назад. То есть не так страшно выглядит, и людям будет приятнее смотреть. И, может быть, и мне будет интересно его пройти, действительно, посмотреть, как выглядел последний Грид. Вау! Что там да как? Поэтому вот таким вот образом. А на проходняк, я думаю, мы что-нибудь с вами найдём, если что-то, если даже не Грид. Ну и постримил я бы, да? Я бы постримил, ну, посмотрим. Я просто понятия не имею, как вот зайдёт вот в Грид. Просто вот не знаю, серьёзно. Потому что я понимаю, что аудитория разная. Кто-то там моего возраста, кто-то постарше, кто-то вообще помладше. И, может быть, родился ещё, когда только вышла эта игра. И вообще её не знает, она ему неинтересна. Поэтому, ребят, всё зависит только от вас, от ваших комментариев, от ваших оценок. Так что вот примерно так. Ну, видите, да, я всех обогнал. Но, опять же, тут, по-моему, если я не ошибаюсь, если проходить и поставить действительно сложный уровень ботов, то там будет сложно. И, может быть, даже бомбить будет частенько у меня. Ну и давайте закрепим это всё какими-нибудь Drift GP. Так, ещё какую-нибудь трассу вспомнить, кроме той. Ну, блин. На самом деле, тут остальные такие, знаете, посложнее. Тачка, тачка. Давайте возьмём то, что я точно помню, что очень... Вот, по-моему, Charger самый-самый хуёвый. Ещё на GTO даже, по-моему, можно дрифтить. А Charger что-то такое себе. Его, по-моему, никто никогда не брал. Да, в принципе, можно Акуту... Вот, только не помню, чем это сейчас всё-таки бить. Давайте посмотрим. Вот, возьмём Charger и попробуем на том же... На той же Акатуме, Акатума, Акутама подрифтить. Ну, дрифт реально мне очень нравился здесь в своё время. Прям очень-очень. А, это у нас в другую сторону. Ну, слушайте, я в другую сторону редко катался, но чё-то я помню всегда в ту сторону. Там интереснее получается. По-моему, Charger, если не ошибаюсь, всегда разворачивала. И он, видите, как... Да, какой-то... То есть тачки здесь очень сильно различаются между собой. Это тоже такая особенность Грида. Нету похожих вообще. Даже не в дрифте, не... Ой, её, не, корова-то ещё та, конечно. Когда ты её несёт не туда и чувствуешь, что реально сейчас перегнёшь палку и её развернёт. Но в то же время, конечно, можно что-то постараться. Не, в принципе, можно на любой дрифтить. Главное просто, видите, учесть все эти фишечки. Вот я, например, очень часто еду с зажатым ручником. Ой-ёй-ёй, нет, это, конечно, не Сильвия. Ну, в целом, комбо можно не срывать. То есть я могу, в принципе, я вот за себя уверен, что я смогу 99 спокойно эту комбо сделать и не сорвать его ни разу. Просто как бы проходить. А как тебе такое, Илон Маск? Ха-ха-ха, как насчёт жопы этот флажочек, блядь? Бля-е-е-е-е-е-е. Ну, не, не особо, конечно, сейчас же валит. Но, в целом, нет ничего невозможного. Ручничок. Ручничок вообще здесь просто вот эта имбовая тема. То есть те, кто знает про ручник в этой игре в дрифте, тот как бы всегда может дрифтить. Те, кто, вот видите, то есть без него здесь ничего нельзя. То есть поджимаешь его, чтобы комбо набрать, и в дрифте обязательно его всегда поджимаешь, чтобы пройти по идеально нужной траектории, иначе без него здесь не... Ну, просто ничего не получится. То есть, знаете, есть игры, где ты понимаешь чисто теоретически, что ты можешь не юзать ручник, и ты будешь дрифтить. И как бы, и даже если ты его будешь юзать, то ты как бы, ну, типа, как это сказать правильно... Ты не обломаешься, и, типа, что юзаешь его, что не юзаешь, то оно проедешь хорошо. А здесь, ну, как бы я не знаю даже, что можно без ручника сделать. Давайте попробую, вот даже вот мне интересно, я... Ну, то есть комбо уже не наберешь. Видите, вот как это выглядит. Как вот, как вот, как вот заложиться сюда, вот это... Ну, я не представляю. То есть, ну, типа, это выглядит даже не как дрифт. То есть чисто вот так раскачивать тачку, что-то не поймешь, что... А теперь ручник. Все, раз, закинул, угла поддал, и все, и пошла жара по пьянке. Ну, что, пошла жара по пьянке. Вот, так что вот такая вот тема. Но это тоже, на самом деле, в принципе, чисто интуитивно все понимаешь, когда играешь в эту игру. Если у тебя, как бы, там есть какой-то опыт в дрифте. То есть вот, ну да, тачка, конечно, говеная. Так что, ребят, вот такой вот грид, игра реально школьных моих годов, которая для меня действительно отразилась в жизни, как очень даже неплохая. И поэтому, друзья, всем советую попробовать. Именно первую, если у вас как бы есть желание. Видите, как тачка себя на траве держит? Ведет точнее. Смотрите, видите, вот просто, просто как по льду, блять. И все, и тут зацеп появляется. Так что, ребят, в принципе, вот так вот. Вот, вот, можно включить, смотрите, повтор. Посмотреть на это все с ракурсов, с различных камер. Э, а, точно, у нас же сейчас повтор только здесь для флешбека. А если полностью повтор, то нам нужно выйти из гонки. И здесь будет сразу нам повтор. 18 миллионов очков, нормально. Так что, вот так вот. Вот, друзья, спасибо всем за просмотр. Ну-ка, ну-ка, можно кадр какой-нибудь пиздатый? О, бля, смотрите. Ништяк. Все, ребят. А, оценивайте, комментируйте. В общем-то, вроде так, знаете, в целом успел рассказать. Знаете, как мини-обзор такой получился. А, что-то, может быть, конечно, забыл. Но игра реально, вот прям, я даже не знаю. Я ей готов дать 10 из 10, потому что я в ней в свое время не находил никаких минусов. А сейчас в них искать минусов, ну, как бы, вообще нет смысла. Потому что игре 10, блядь, лет. И действительно, я считаю, что в то время именно эта игра была реально уникальной. И, типа, ну, альтернатив я не припоминаю. Да и даже какие, нахуй, реально, альтернативы, когда ты реально кайфовал, играя в это. И, в принципе, здесь есть все. Она выглядела тогда бомбически. Даже сейчас. Ну, посмотрите, она выглядит страшно, хотите сказать? Ну, да, трава плоская. Ну, ёпта, 10 лет машине, хотел сказать. 10 лет игре. В то время это было просто вот так вот. И реально, я считаю, что это шедевр. Это реально шедевр. Так что, друзья, теперь, в принципе, можем взглянуть на Грид 2. Он тоже отличается. Это совершенно не то же самое. Я помню прекрасно. В принципе, концепция та же самая, но игра совершенно другая. Она вышла, по-моему, в 11-м году или в 13-м. Подождите, не помню. В 13-м или в 12-м. 11-й, 12-й, 13-й, по-моему. Я в 13-м году вот её как раз записываю. Наверное, тогда она и вышла. Автоспорт вот, по-моему, в 14-м или в 15-м. Могу ошибаться. Всё, ребят, увидимся. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, что впервые. Комментируйте. Ставьте лайк, если вам понравилась серия. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока-пока. Пока-пока.